начнем с того что справедливости нет среди капиталистов даже самих потому что очень узкая часть капиталистов олигархи они эксплуатируют не только рабочий класс но эксплуатируют еще и большинство капиталистов мелких капиталистов это значит мелкие лавочники всякие держатели стоматологии салонов с ногтями и волосами там шугарингом и так далее все они сдают налоги все они подвергаются так или иначе эксплуатации также со стороны крупных капиталистов через увеличение налогов через увеличение акцизов на топливо через увеличение цены товаров и так далее а на власть они имеют такое же мизерное влияние как и мы поэтому о справедливости при капитализме нельзя говорить даже в среде капиталистов несправедливое распределение товаров когда у нас билл гейтс который по моему с шестого года не появляется на работе даже в качестве руководителя то есть если раньше он там с середины 90-х сидел хотя бы в управленческом совете раз в несколько месяцев приезжал там что-то смотрел то сейчас он вообще там не появляется то есть microsoft и билл гейтс забудьте microsoft работает по себе сам по себе там люди программисты на зарплате пишут продукт люди такие же на зарплате за ними следят такие же люди на зарплате значит думают а как бы что-то новенькое думают как конкулировать думают а как развивать бизнес вплоть до того что человек что люди на зарплате руководящий состав он не является зачастую владельцем он принимает решение купить акции продать расшириться там то есть капиталисты вообще ничего не делал просто вот жопой сел на диван и все и билл гейтс вот именно сидит вот вот так и делает своей попой сидит дает всякие гламурным всяким тэд иксом интервью как стать успешным и с восьмого года его капиталы не прекращают расти растут очень крупно но именно трудового вклада он не делает это капитализм капитализм это когда очень маленькая прослойка людей не работает но получает большинство вкладов большинство материального и нематериального продукта а большинство людей же работают и получают меньшинство вот такая вот суперсправедливая система капитализм почему это так работает надо разбирать отдельно это вопрос большой недавно по моему семнадцатом году экономисты констатировали все экономисты это не какой-то вопрос который вызывает споры которые что-то ну не знаю это вот все сказали неравенство увеличивается все экономисты даже либеральные они не могут против статистики переть неравенство увеличивается то есть доношу опять понятными словами количество большинство 99 процентов людей работающих населения получают меньше один процент не работающего населения получает еще больше это количество это неравенство увеличивается вот эта справедливость капитализма а какой справились тут может идти речь непонятно что такое социализм социализм это когда мы запрещаем людям иметь доход с акции иметь доход с частной собственности иметь доход с там не знаю там 10 квартир сдает и ничего не делает и он пользуется то есть отбирает часть прибавочного продукта который человек заработал он пользуется тем что у людей нету жилплощади пользуется тем что государство не может обеспечить эту жилплощадь то есть он является паразитом мы констатируем простое правило при социализме кто работает тот ест не работаешь не ешь все если мы отбросим все идеологические догмы предрассудки сталин расстрелял и так далее просто очистим мозг и сопоставим социализм капитализм то социалистической формой хозяйства у нас согласится большинство что в принципе даже в такой стране где постоянно ведется антикоммунистическая антисоциалистическая пропаганда даже в сша сейчас больше 50 процентов людей выступают за социализм